И снова всем здравствуйте! На этот раз я решил снять видео о пошиве ремня. Таких видео у меня уже несколько, но этот ремень я шью из пряжек, которые купил ранее, заказал ранее на сайте Алиэкспресс. Перед тем, как ремень собирать и шить, эти пряжечки я соответственно обработал. Сейчас покажу в чем разница. На старой пряжечке иголка здесь не полностью садится в паз, то есть она не соответствует вот этой выемке. На новой пряжке я ее обточил и сделал так, чтобы она оптимально сюда помещалась, в это углубление. То есть иголочка садится как родная теперь. И ради интереса я дополнительно отполировал саму пряжечку. То есть видно, что она блестящая теперь. Дело в том, что вот эту деталь под пряжку я уже вырезал, подготовил. Здесь кожу отширфовал, то есть делал тоньше. Здесь то же самое. То есть вот таким образом она будет пряжке пришиваться. Полоску под ремень я уже вырезал. Ширина этого ремня будет составлять 4 см. Кожу я использую крупного рогатого скота толщиной 4 мм. Еще хотел бы сделать отступление. Дело в том, что перед прошивкой изделия я делаю вот такие наброски швов. Смотрю, какой шаг шва наиболее приемлем, какая нитка наиболее приемлемая. Все это делаю для того, чтобы определить, будет шов красивым или нет. Наиболее красивые швы получаются от 4 мм и более. Швы с менее коротким шагом, они смотрятся менее красиво, получаются корявыми, неровными. Поэтому, если будете шить подобными нитками, то используйте шов от 4 мм. Он наиболее красив, наиболее привлекательен и ложится стежок довольно-таки ровно. В общем, подготовил я тренчик, тренчик, который будет непосредственно возле пряжки крепиться. Сейчас его прошью, то есть делаю декоративный шов. То есть можно сделать два шва с двух сторон. Но мне кажется, наиболее красиво это сделать один шов. То есть просто прошью ниточкой. Делаю разметку. И пробиваю шивом. Кожу, кстати, такую толстую пробивать очень сложно. Шило прям, как говорится, прилипает к коже. Кстати, сейчас замерю шаг. Сколько получается? Шаг у меня составляет 5 мм. В принципе, вот эти 5 мм шов выглядит красиво довольно-таки. Сейчас просто остается прошить. края на ремне и непосредственно на тренчике я буду обрабатывать краской для урезов Кенда Фарбен Орли. Необходимо сделать это в первую очередь, прежде чем обрабатывать допустим воском или краской. Дело в том, что если обработать сначала воском, к примеру, то краска уже не закрепится на урезе. Еще один нюанс. тренчик я буду вшивать вот в эту часть, поэтому отмерил сейчас места, где я сделаю прорези, чтобы при помещении сюда тренчика не было вот этих вот щелей. Делается все довольно-таки просто. По отметкам прорезается кожа. Здесь, конечно, надо быть аккуратным, то есть не переборщить. Как говорится, кожу не отрезать лишнюю. еще раз повторюсь, я буду использовать краску Кенда Фарбен. Довольно-таки хорошая краска, кстати, для обработки урезов. То есть, в принципе, она получается такая эластичная и прочная. Хотя есть один небольшой недостаток у этой краски. Это ее внешний вид после высыхания. Дело в том, что она смотрится немного такой пластиковой. И вот эта натуральность изделия, то, что она из натуральной кожи сделана, она немного портит вот этой вот своей пластиковостью. назову это так. То есть, вид немножко такого полимера. Опять же, после определенного времени, после определенной носки, эта краска немного подтирается, подшлифовывается там тканью или просто еще чем-либо. И она становится гармонично, начинает смотреться. как будто края обработаны воском или еще чем-либо. Краску необходимо наносить вот таким вот образом. То есть, есть варианты, когда наносят валиком металлическим, специально есть такая установка, в которую наливается краска, и можно вот так кожу проводить и наносить эту краску. Но дело в том, что эту краску желательно вот так вот периодически растирать, чтобы она как можно лучше впиталась в край. Если просто за один раз попытаетесь нанести, то останутся места, где краска в кожу не впитается. И в этом месте красочка со временем отслоится такой пленкой полимерной. Краски надо дать полностью высохнуть. На этом может уйти в районе 30 минут, может быть, даже больше. И только после этого можно будет прокрашивать другой край. Потому что, к сожалению, поставить на прокрашенный край я не могу, то есть придется переворачивать, вложить, класть таким образом детальку, как бы нецелесообразно, чтобы краска не стекала и крайне испортилась. То есть был равномерно все-таки прокрашен. Но дополнительно можно, кстати, прокрасить эту внутреннюю часть, где будет иголочка от пряжки. Я бы сказал, даже не можно, а нужно это сделать. А кожа здесь красочкой склеится. Здесь получится такая защищенная поверхность очень сильно. И плюс иголка, когда будет сдвигаться, она это место как бы немного заполирует. И, соответственно, эта прорезь будет смотреться вообще красиво, то есть будет все нормально, четко. Сейчас необходимо кожу обработать. Решил перед пропиткой воском все-таки кожу немножко подкрасить, чтобы воска в нее впиталась поменьше. почему поменьше, чтобы не выделялись вот эти белые такие пары, то есть не образовывался налет от воска на кожу. Ну и кожа будет посвежее, в принципе, выглядеть, поярче, потемнее. Теперь необходимо вот эту деталь вместе с тренчиком пришить непосредственно к самой пряжке. Делается все это довольно-таки просто. Продеваем. Ну и первым делом я приклею вот этот тренчик вот таким вот образом. Использую обычный клей-момент, то есть наношу его. Чтобы хорошо приклеить детальки между собой, необходимо подождать, чтобы клей подсох. И на этот потребуется минут 10-15 ориентировочно. Далее, после того, как приклеили вот эту деталь, необходимо приклеить вот эту вторую половинку сюда же. Я думаю, это очевидно, ничего здесь сложного нет. В общем, клей подсох, теперь необходимо эти две половинки между собой просто сдавить и склеить. не совсем это будет все просто сделать, потому что кожа толстая, очень упругая и просто так не поддается. Так. В принципе, получается неплохо. Видно, что здесь на срезе уже щелей как таковых нет. Еще нитками это все притянется добро и будет, соответственно, смотреться довольно-таки хорошо. Теперь необходимо здесь нитками все это дело прошить. Перед прошивкой необходимо, естественно, разметить шов. Заранее лучше сделать разметку и со второй стороны. Дело в том, что когда тренчик загнется, будет приклеиваться, разметку шва уже будет сделать тяжело, потому что придется под тренчик подлазить, что не есть удобно. Так, разметка есть. Теперь необходимо выбрать приблизительное расстояние, откуда будет начинаться шов. Кожу здесь реально очень тяжело сдавить, потому что она очень толстая. С одной стороны это большой плюс, с другой стороны для работы это не совсем удобно. Делаю первоначальную отметку, где этот шов будет начинаться. то же самое я делаю с противоположной стороны, чтобы все было симметрично. После этого можно уже размечать шов. В общем, разметка готова. чтобы с обратной стороны тоже все красивенько смотрелось, необходимо также шов разметить. Уже буду по этой разметке ориентироваться. Чтобы получилось все красиво, то есть шов было красиво и с этой стороны, я пробиваю отверстие с двух сторон. Получается в принципе отверстие соответствует положению с двух сторон. Сейчас я добью приблизительно до этого момента и начну уже прошивку непосредственно. Начинаю я вот с этого места и задача здесь накидать порядка трех петель сбоку, чтобы стянуть это как раз расходящееся пространство. Стягивать при этом надо все это очень аккуратно, потому что нитка кожу может разрезать. Поэтому сначала я продеваю одну ниточку, стягиваю пальцами, затягиваю нитку, но не до конца, потому что площадь у одной нитки маленькая, и она служит своего рода таким ножом, и она реально может кожу прорезать или прорвать. Когда уже продеваю две ниточки, соответственно площадь здесь увеличивается у ниток, что позволяет более безопасно уже стягивать этот участок. Все равно надо быть предельно осторожным. То есть тянули, надо подержать. делаю еще третью петельку, возможно даже придется здесь делать их четыре. Почему в данном именно случае кожа так упирается, обычно такого у меня никогда не было, но я не могу сказать. может кожа в этом месте более плотная, но реально сопротивление больше. В общем шов я прошил, в принципе держит очень даже хорошо. Здесь у меня шов получился, то есть я каким образом прошил? В одну сторону, потом вернул и до половины сюда еще раз вернул. Здесь получается вот в этом участке шов тройной, здесь двойной. Насколько это прочное, но я скажу так, что руками разорвать в принципе это все дело не получится. То есть именно нитку порвать не получится физически, то есть руками, даже если вы очень сильный человек. Вывел нитку специально вот с этой стороны, со стороны тренчика, где он будет закрывать, здесь я ее и запаяю. Здесь соответственно никакой запайки вида не будет. Шов смотрится в принципе симпатично, накладка стежков на стежки в принципе особо ничего не портит. То есть сам шов такой добротный, как говорится, очень прочный. Сейчас все остается это дело запаять. То есть отрезаем лишние нитки и запаиваю. То есть видно, что особо ничего не заметно. Этот тренчик сюда встанет и соответственно видно уже запайки не будет. К тому же на таком изделии этот участок то он в принципе виден не будет. То есть даже физически если кто-то усматривается будет не заметит это все. Ну то есть всех этих запаек швов теперь необходимо вот этот кончик тренчика вклеить сюда в эту сторону. Прежде чем это все дело делать я сначала размечу шов будущий пока есть возможность это сделать. Просто после того как я тренчик заклею соответственно здесь невозможно будет подлезть. Я бы сказал невозможно неудобно. И сейчас можно уже дырочки сделать заранее. Кожа на удивление плотная почему-то ее шилом дырять очень сложно хотя из этой кожи я ранее шил уже ремни и такой плотности не было. Может быть другой участок кожи не могу пока понять но реально сопротивление большое при пробитии. Теперь также оставляем все это сохнуть. Сейчас как подсохнет я уже буду производить склейку. Сейчас необходимо все это дело прошить чем я сейчас и займусь. Для того чтобы правильно сопоставить отверстия с этой стороны если я буду сейчас дырявить с этими отверстиями необходимо сделать кое-какой один хитрый прием. Размечаем с обратной стороны я уже кстати разметил будущий шов и соответственно необходимо пробить хотя бы одно отверстие чтобы оно совпадало с отверстием здесь. Можно это сделать на глаз можно отмерить именно здесь имеется в районе тренчика. Я соответственно делаю на глаз и начинаю пробой. В принципе пробой я произвел сейчас попробую показать не знаю получится нет я попал точно в отверстие с обратной стороны и шило стоит вот так если посмотреть под прямым углом. Получается что с этой стороны я выбрал правильную точку правильное место где пробивать кожу. Теперь шило я вытаскиваю беру разметчик и соответственно в обе стороны размечаю шов в этом направлении и то же самое дело в обратном направлении в общем вот мы нашли крайние отверстия соответственно сейчас я буду их пробивать кстати вот это шило у меня было самодельно сделано из большой большой иглы плюс просто кусок пластика расплавленным и я делал специально вот такую ручку под такой загиб и на удивление какие бы шило у меня не были это в итоге я вот сейчас много уже времени не пользовался вот этим шилом работать гораздо удобнее сейчас лазил недавно на алиэкспрессе на алиэкспресс смотрел шило какие есть в наличии то есть хотел найти что-то подобное да ценник у них приемлемый можно за копейки взять то есть может даже у нас в магазине здесь в местном тоже недорого купить это все дело но я хотел бы чтобы шило было удобным поэтому возможно придется мне его сделать самому самостоятельно для себя но если не найду то куплю несколько штук дешевых и буду их эксплуатировать хотя в принципе это тоже еще рабочее вполне и реально выполняет свою функцию довольно таки неплохо даже отлично стараясь максимально не пробивать чтобы насквозь это все дело не прошло потому что еще предстоит все эти отверстия между собой свести в соответствии хотя есть все равно небольшой сдвиг чем он вызван возможно есть небольшое расхождение здесь может полмиллиметра скорее всего вызвано тем что материал играет двигается подвижный но думаю не страшно все это я подправить могу в принципе все сейчас я все отверстия сведу каким образом это буду делать буду смотреть по направлению куда я шилом делаю отверстия и смотреть чтобы кончик шила не вылез в ненужном мне месте вот как например в данном случае видно что шила начинает вылазить буквально на полмиллиметра вбок от отверстия это не есть хорошо поэтому я беру с этой стороны опять навстречу начинаю шила пробивать и таким образом несколько раз сделав то есть не до конца пробивая все это дело я свожу дырочку проблема только возникнет под тренчиком где я буду вынужден аккуратно ровненько с этой стороны все это дело сводить но сейчас я думаю это сделаю потому что хотел показать что получился такой небольшой сдвиг то есть не совсем шила под прямым углом стоит относительно кожи то есть немного оно сдвинуто получается вот так вот но это не сильно существенно это расхождение получается где-то порядка одного не даже ни одного полумиллиметра наверное если даже один миллиметр это не будет видно в общем сейчас сведу и приступлю к прошивке так ну в общем дырки я свел между собой то есть они теперь соответствуют друг дружке сейчас необходимо прошить пряжку я полностью сшил покажу как это получается как все это выглядит дело сшилось все очень плотно даже поскрипывает немного кожа я думаю со временем это разработается и будет все нормально кстати даже так что пряжка в принципе плотно здесь держится это тоже очень хорошо гораздо удобнее будет ремнем пользоваться нежели если она болтается сейчас необходимо уже вот этот край отрезать он у меня не окончательно был сделан соответственно здесь край не полностью прокрашен потому что я оставил как раз его для того чтобы этот край дорезать и красиво его оформить так лишнюю кожу срезал ну сейчас необходимо придумать такую форму чтобы это все было красиво в принципе я думаю такая форма будет довольно-таки симпатична сейчас я еще дополнительно обточу наждачкой я думаю можно эту детальку уже будет откладывать в сторону и делать уже само полотнище ремня сейчас я уже приступаю к обработке непосредственно полотнище ремня то есть полоса у меня вырезана сейчас обратную сторону надо избавить от такого ворса и все это делаю крупной наждачкой шлифую кожу в одном направлении то есть таким образом я буду сейчас все это сидеть вышлифовать пока весь ворс не исчезнет после того как я это все закончу включу покажу что из этого получилось шлифованный ремень уже можно покрасить с изнаночной стороны но я решил это все сделать в конце после того как я этот ремень полностью прошью сейчас перед тем как его прошивать необходимо нос обрезать у ремня и заднюю часть которая будет крепиться непосредственно уже к самой пряжечке в общем обрезаю я нос с помощью тарелки либо какой-нибудь пластиковой банки но сейчас я покажу вообще в общем выбираю более-менее форму которая мне кажется более симпатичной беру банку и контур готов можно его же обрезать я не режу обычно как там используют монетки по монеткам или по металлическим контурам я режу непосредственно по нарисованной линии мне почему-то так проще почему не знаю может быть привычка может быть я так меньше ошибок допускаю то есть обрезал ничего сложного нет делаю все то же самое со второй половины так ну нос ремня я обточил обработал в принципе смотрится довольно-таки пропорционально и красиво сейчас прежде чем его обрабатывать то есть края промазюковые там и так далее я его полностью прошью вообще я скажу я не любитель прошивать ремни на самом деле не в плане там работы а в плане того что нитки все таки как говорится могут перетереться пряжечкой но я делал ремень из кожерастительного дубления там мне удалось нитки спрятать глубоко и дальнейшая носка ремня мне показала что в принципе там нитки не контачат с пряжкой вообще в данном случае у меня не совсем получится сделать именно спрятать ниточку то есть с обратной стороны нитка все таки будет близко к поверхности но я надеюсь на то что как бы я сошью все максимально плотно стену и думаю в принципе должно все получиться нормально в общем приступаю посмотрим сейчас что из этого получится для прошивки соответственно необходимо край разметить использую я пинцет хотя уже больше месяца назад я заказал себе циркуль заказал его специально для того чтобы делать разметку может быть еще в каких-то других мне понадобится в делах в общем заказал и до сих пор еще не пришел то есть я его жду жду мне самому интересно посмотреть что за такая вещичка старался взять чуть подороже чтобы покачественнее было то есть там было два варианта основных я взял тот который подороже и с возможностью его крутить то есть у него сзади точнее наверху есть такая палочка за которую можно брать и этот циркуль крутить грубо говоря рисовать окружность второй вариант циркуля такой возможности не имеет в общем я взял подороже плюс еще я взял коновкорезы кромкорезы самые простые наборчик взял чтобы посмотреть как они мне в работе будут помогать в общем как этот весь инструмент придет я наверное сниму видео об этих заказанных инструментах и сниму видео о своем инструменте я думаю многие удивятся хотя в принципе в работе видят что я на самом деле работаю совсем подручными средствами можно сказать то есть даже не специализированным для кожи инструментом как-то так и ничего так справляюсь конечно мне самому интересно что бы я мог сделать если бы у меня были под рукой офигенные инструменты самая лучшая кожа и соответственно лучшая химия то есть какие бы изделия у меня из этого получались всего добра может быть к этому я когда-нибудь приду то есть возможность у меня на самом деле все это купить есть если у кого-то вопросы возникают проблема не в этом проблема в том что я просто не хочу заморачиваться и тратить на все эти деньги потому что это хоть как-то маломайски должно себя купить а на заказ изделия я специально не делаю потому что изделия на заказ изготовления изделия на заказ как бы сказать убивает хобби и превращает это в работу я не хочу иметь несколько работ и как говорится не отдыхать от основной своей работы и так далее для меня наиболее приемлемо например было бы сделать изделие по душе то есть я вот делаю максимально оно мне по душе я его стараюсь то есть его вылизываю как говорится в кавычках по максимуму то есть как мне нравится и вот я считаю это изделие очень-очень качественно крутое и я периодически так изделие делаю просто предлагаю кому-либо знакомым вот сейчас я буду предлагать это на видео я даже не знаю кстати вот при такой коже они как пробойники то работают то есть вот кто пробойниками шьет мне интересно реально ли он нормально будет пробивать ремень то есть вот такую ременную кожу здесь 4 миллиметра потому что шило даже шилом почему это именно в этом куске оно застревает то есть идет с большим трудом а у меня реально сил немало в руках я даже не уверен что например девушка там или молодой какой-нибудь парень ну который не занимается вообще ничем сможет пробить эту кожу вот так вот шилом потому что я реально большую нагрузку прикладываю вот мне интересно пробойники или просечки они смогут справиться с такой кожей потому что как бы у просечек пробойников площадь-то большая то есть несколько зубцов становится и даже то что там идет удар ну здесь она прям должны как бы вязнуть в этой коже почему она такая плотная я понять не могу кстати не понимаю в чем прикол на самом деле честно скажу ну реально какая-то жесткая то ли ну в принципе из нее я раньше уже ремни делал то есть из этого куска здорового это все будет был один кусок но вот этот край как бы какой-то он нереально жесткий даже вот в общем шило максимально отказывалось идти в кожу поэтому я решил делать таким образом раз и оно заходит гораздо легче просто беру его и втыкаю воск можно делать это парафин втыкать то есть парафинную свечку можно воск особой разницы нет конечно время тратится при этом много то есть надо будет каждое отверстие мне пробивать вот так вот вручную но я упорный не упоротый а именно упорный поэтому буду биться до последнего и как говорится весь ремень пробью не знаю наверное минут 30-40 у меня на это время все уйдет чисто на пробивку а потом еще предстоит прошивка как бы занятное конечно интересное занятие чем прошивка хороша в ремне то есть я вот сейчас ремень из кожи растительного дубления поносил преимущество в том что ремни они вообще сразу скажу что они все деформируются если вам кто-то скажет что ремень жесткий хороший сделал там качественный он не будет деформироваться лет 10 это вранье потому что это кожа и кожа как бы она защищена от влаги не была или как бы она не была какой бы она толстой не была она все равно будет деформироваться и деформируется она в первый же месяц ношения в крайнем случае во второй сядет по вашему телу но опять же чем толще кожа тем ремень будет круче форму держать то есть он изменит изогнется изменит свою форму но при этом где лямки он не будет загинаться там хотя на некоторых ремнях то есть покупных можно видеть что ремень загибается по лямке становится таким некрасивым чем толще ремень соответственно тем меньше вероятность что такое произойдет у меня на жестких ремнях в принципе такого никогда не происходило поэтому нормально все от этого загиба и чрезмерной деформации как раз вот этот шов из нитки он и защищает то есть если хорошенько прошить ремень прям стянуть этой ниткой эта нитка ремень армирует так я почти на финишной прямой осталось сантиметров 25 но я в себя верю я думаю сегодня я добью этот ремень хотя еще придется шить но шить мне больше всего нравится поэтому как бы меня это не пугает если что-то нравится то обычно это не напрягает в общем я уже прокачался прилично хотя завтра планировал сходить в спортзал работу по перфорированию ремня я завершил сейчас необходимо уже приступать по шиву как говорится к моему любимому занятию для этого я буду использовать ту же вощеную нить полмиллиметра толщиной шью я по стандарту сразу скажу я шорным пони не пользуюсь потому что у меня его нет могу ли я его сделать или купить могу почему не делаю потому что мне лень я уже привык шить так если я бы начал бы делать то скорее всего если бы мне предстояло шить что-то большое грандиозное например какие-нибудь сумки то я его скорее всего тогда уже сделал потому что реально шить такие изделия большие лучше закрепляет изделия в чем-нибудь например в шорном пони в данном случае у меня он не требуется особо я на руках привык шить на камеру я шью медленнее неудобнее как-то мне потому что приходится отвлекаться когда я уже сконцентрируюсь то есть сажусь например на диванчик включая видосик себе то соответственно скорость шитья у меня увеличивается причем в разы и я вообще не замечаю как я быстро все это прошиваю дело опять же относительно быстро здесь понятие будет такое относительно я хотел сказать дело в том что шить вот этот ремень на прошивку необходимо порядка 4-5 часов я реально говорю не придумаю то есть руками если решите прошить такую же длину больше метра здесь наверное больше метра потом померить в общем вот эти два шва займут в сумме 4-5 часов на прошивку поэтому развлечений у меня предостаточно иногда время конечно жалко на это тратить но хобби есть хобби интерес есть интерес поэтому поехали буду побеждать как говорится в общем ремень я победил то есть полностью его прошил по шву я скажу что в принципе нормального то есть особых проблем у меня не возникло с шитьем сейчас попробую поближе все это показать и теперь необходимо после всей этой процедуры край ремня покрыть краской или закрасить краской кенда фарбен орли краска для урезов перед тем как край ремня прокрашивать я его обезжирил то есть взял ватную палочку и ацетоном обезжирил весь край для чего я это сделал дело в том что когда я шил соответственно руками я весь ремень трогал голыми и соответственно мог жир пропитаться проникнуть частично в кромку чтобы максимально упрочнить вот эту краску чтобы она максимально впиталась соответственно я край ну и обезжирил полностью сейчас задача довольно таки простая просто взять и весь край обработать этой красочкой что я собственно сейчас и сделаю конечно понадобится определенное время на всю эту процедуру потому что ремень длинный все таки планирую я весь ремень покрыть воском то есть завощить но перед вращением обязательно надо проделать сначала дырки для игролки от пряжки для чего я это сделал дело в том что я эти дырки тоже прокрашу краской для урезов чтобы в это место как говорится в кожу влага не впитывалась и со временем эти дырки сильно не деформировались то есть ремень не терял свой вид поэтому сначала надо нанести дырки то есть делать дырки и делаю я их на расстоянии обычно 17 сантиметров от кончика ремня хотя вообще многие делают на расстоянии 15 метров почему я делаю на расстоянии 17 потому что ремень в данном случае он закидывается дальше и смотрится на мой взгляд лучше но есть люди которым нравится наоборот чтобы ремень при застегивании вот этот кончик он в первый же вот этот тренчик засовывался вот где-то на это расстояние и все чтобы не нужен был второй тренчик кто-то любит так но мне нравится допустим таким вот образом расстояние между отверстием у меня составляет 20,5 сантиметра или 25 миллиметров и это я измеряю от середины отверстия до середины отверстия на мой взгляд это наиболее оптимальное расстояние позволяет нормально регулировать размер поели переели как говорится можно ремень расслабить и обычно достаточно будет в данном случае одного отверстия одного деления под иголку необходимо делать отверстие все-таки с запасом допустим данная иголка идет размером шириной 4 миллиметра и я делать буду под нее отверстие на ремне диаметром 6 миллиметров для чего это надо делать для того чтобы ремень легко расстегивался и так же легко застегивался чтобы иголка кожи не прилипала не создавалось этого скрипа выгиба кожи то есть вот этого полотна и соответственно чтобы дырки эти все не деформировались очень сильно и ремень быстро не изнашивался в общем отверстие я пробил постарался сделать все максимально это ровно то есть на камеру не стал это делать потому что постоянно это я снимал в принципе здесь ничего такого сложного ставим пробойник отмеряем ну и пробиваем так ну остается ремень залащить беру воск пчелиный пахнет очень приятно кстати и грубо говоря наношу на ремень ну в общем все этапы я по обработке ремня уже прошел что я сделал с ремнем пропитал его воском и дело в том что пропитал его прилично и все для того чтобы он в итоге получился скользким и потверже как говорится кожа стала более твердая вида что воск дает такой вот блеск это не знает что он прям на поверхности находится то есть таким образом это я взял тряпку зажимал ремень и вот такими движениями его полировал но есть один нюанс дело в том что если воска много нанести на кожу то она начинает как бы со временем через день через два давать такой белый-белый налет прям явный белый налет который стирается пальцем например там тряпкой и в общем чтобы не допустить такую испарину я покрываю кожу то есть кожаный ремень в данном случае сверху еще прозрачной краской спрей на основе акрила то есть есть на основе силикона я выбираю акриловый не важно мне какая марка раньше допустим я пользовался дивидик но он ароматизированный как бы пахнет мне очень приятно то есть этот ароматизатор я бы этому стал использовать другой сильвер и в принципе более-менее нормально то есть растворитель конечно чувствуется сильно воняет но зато ароматизатор которого здесь нет он не раздражает так сильно и в общем пропитывал то есть проходился на порядка 3-4 раза с каждой стороны с первого раза эта спрей краска питалась очень быстро в поверхность как здесь так и с обратной стороны несмотря на то что здесь кстати был воск то есть в коже уже то есть все равно эта краска спрей впитывается где-то на раз 3-4 уже впитывания не происходило просто необходимо было ждать пока уже испарится сам растворитель после этого мне стало понятно что уже все ремень добротно пропитался вот он пролежал больше суток и испарина на нем уже нет то есть вот таким образом я как бы избавляюсь от того чтобы в будущем этот воск не выступал наружу для крепления пряжки к ремню я буду использовать такие ременные винты это настоящая латунь то есть латунные винтики они такие красивые их можно было дополнительно допустим отполировать имеется ввиду сделать полукруглыми я решил оставить так потому что сделаны они довольно таки качественно мне нравится при этом таких винтиков например у себя в городе я не видел вообще в принципе были винты попроще подешевле причем реально нам намного подешевле в плане внешнего вида но ценник у них точно такой же если вот эти винты заказывают на Али ну соответственно если бы они здесь у нас находились возможно такой винтик стоил бы рублей 50 так сейчас я буду крепить делается довольно таки просто берем готовую полоску ременную максимально необходимо ее загнать вот в этот хвостик пряжки что я делаю берем пробойник и просто отмечаем место где будут отверстия так отметки есть теперь необходимо это дело все пробить так у меня уже соседи скорее всего спят не еще не спят поэтому я постараюсь поменьше стучать теперь необходимо эти детальки между собой совместить и просто закрутить вставить винты если винты ставятся уже все окончательно то есть размер человека известен то их необходимо ну или желательно помазать например лаком для ногтей либо суперклеем либо обычным клеем моментом то есть каким-то веществом клеящим все это дело закрепить чтобы винтики самопроизвольно не раскрутились винты в данном случае у меня 8-миллиметровые то есть столбик имеет высоту 8 миллиметров что как раз подходит под этот ремень немного я не не собран как говорится остается просто завинтить то есть на самом деле все очень и очень просто особо сложности здесь нету то есть все винт закреплен в итоге выглядит все вот таким образом насколько прочно вот это место соединения прочно очень то есть физически руками вы конечно это место разорвать не сможете да и в принципе такой нагрузки этому ремню держать незачем то есть достаточно вообще-то даже обычно одного винтика но я стараюсь сделать как говорится на 2-3 винта с запасом прочности чтобы все это было дело ну и выглядит мне кажется посимпатичнее хотя в принципе при застегивании этого места вообще видно не будет так но сейчас я сделаю замер ремня то есть какой у него размер в общем длина ремня от места застегивания то есть от пряжечки до серединного отверстия составляет 115 сантиметров то есть если обхват талии 115 и менее то можно смело допустим этот ремень брать сейчас я покажу как это все дело выглядит берем ремень произвожу я застегивание в чем застегивание происходит довольно таки легко ну и вдену ремешок в тренчик так все это выглядит дело ну скажу что вид обалденный конечно были бы такие ремни в продаже я бы их реально покупал бы и не заморачивался бы то есть себе бы я такое бы купил лучше нежели те китайские которые раньше были то есть внешний вид ремня очень даже к нему еще я сделал тренчик естественно вот такого вида сейчас я его надену теперь смотрим как он будет выглядеть с тренчиком ремень опять же произвожу застегивание ну и загоняем ремешок в тренчик получается такой вот вид смотрится я бы сказал что реально обалденно мне прям очень и очень нравится сейчас я покажу обратную сторону ремня ради интереса то есть видно что у нас ремня поблескивает вот это место это все из-за того что здесь есть краска ну краска обычная черная которой я пользуюсь плюс много воска и плюс защитный спрей спрей для кожи все это дело получилось очень скользким гладким и пользуются очень очень этим делом удобно и приятно соответственно по брюках по ткани он будет скользить гораздо лучше чем просто кожа сейчас я ремень это одену на брюки на джинсы и попробую показать как он выглядит с джинсами так ну в общем вид у ремня такой то есть я сзади ремень оттянул выглядит он таким образом пока не знаю как это на камеру смотрится но так в принципе довольно-таки красиво мне нравится сейчас еще покручусь покажу вот такой ремешок получился по пряжке хотел бы сказать что пряжки достойные на самом деле мне понравилось еще раз повторю что мне пришлось иголочку обточить то есть носик плюс уменьшить кольцо там где она к пряжечке крепится и плюс саму пряжку заполировать и получился вот такой интересный внешний вид ну в общем получился ремешок довольно-таки достойный симпатичный смотрится он на брюках и на джинсах довольно-таки красиво сразу скажу что делал его конечно ради интереса с одной стороны но и с целью чтобы его возможно было продать то есть я его хочу продать и ремень реально достойный то есть мне за него в принципе не стыдно ну и цену за него я не прошу большую видео озвучивать я не буду но ценник реально небольшой то есть я вам скажу что если хотите его приобрести не бойтесь то есть даже со своим предложением цены напишите мне в личку или в контакте у меня ссылка на контакт есть то есть ничего страшного в этом нету напишите маленькую сумму я нормально к этому отнесусь просто напишу потом в ответ свою то есть реальную цену и то есть даже не буду обосновывать просто опишу что вот такая то цена и реально она будет адекватная то есть не буду ломить почему я не хочу говорить о цене в видео или писать где-то в комментариях или в описании к видео непосредственно дело в том что я не хочу сбивать ценник для тех мастеров которые зарабатывают на этом деньги то есть если случайно какой-то человек зайдет и посмотрит это видео пусть даже у меня может быть на этом видео немного просмотров но он посмотрит услышит ценник на этот ремень и к примеру подумает что эта цена такая нормальная и увидев цену у других мастеров будет считать что они сильно завышают хотя ценник будет у этих же мастеров даже при большей сумме вполне себе адекватный то есть потому что реально на это человек на этом как говорится живет зарабатывает и сделать такой ремень тоже как бы многого стоит поэтому я ценник озвучивать не хочу дабы не водить людей в заблуждение или там как говорится не сделать демпинг то есть не снижать цену для конкурентов в кавычках потому что я как бы этим все таки не зарабатываю но он мне этот ремешок просто будет лежать потому что ремней у меня уже самого много на самом деле тех которые я сделал то есть я ими пользуюсь и этот ремень я хотел бы допустим кому-нибудь продать чтобы он служил то есть служил приносил радость пользу